Уху! Друзья мои, всем огромный привет и добро пожаловать в последний ролик в уходящем 2017 году. Через пару часов, да, через пару часов у нас наступит Новый год 2018, и я бы всех хотела поздравить с наступающим праздником. Знаете, 2017 год как-то вот вообще вот взял чик и пролетел, как-то вот незаметно. Много чего интересного было, мы, конечно же, с вами подсуммируем, скажем так, итог 2017 года. Ну а пока что я хочу вас действительно поздравить с наступающим 2018 годом. Я хочу вам пожелать, чтобы он как минимум был на уровне 17, если, конечно, 17 у вас был хороший. Но если 17 год был такой себе, я хочу, чтобы он у вас был гораздо лучше. Я желаю вам всем здоровья, счастья, любви, удачи во всех делах, начинаниях, удачи в учебе, удачи в работе, да во всем удачи, ребятки. Удачи пусть вам везде сопутствуют, пусть вы будете счастливы, у ваших близких все будет хорошо. Я очень надеюсь, что все будет в порядке. И, конечно же, я надеюсь, что у нас с вами будет выходить еще больше интересных видео, еще больше интересных роликов. Обязательно будем с вами что-то интересненькое смотреть, разбирать. И я, в принципе, надеюсь, что 2018 год нам принесет только радость и позитив. Ну и, конечно же, 2017 год подходит к концу. И за время 2017 года у нас прошло, в принципе, много как хороших, так и не очень приятных моментов, что ли. Ну, во-первых, из приятных, наверное, самое грандиозное, что произошло на канале, это появление вебки. Да, друзья мои, у нас появилась вебка, как вы знаете. Я смотрела свой прошлый подкаст, знаете, это было так смешно. Мой первый подкаст, он был записан в честь 1 сентября с вебкой. Господи, какой же он был угарный, знаете, я так сижу, смотрю. Кто это? Что это было такое? И после, как вы знаете, этого подкаста, в принципе, уже начали появляться ролики с вебкой. Мы с вами и в хорроры играли, и не в хорроры, да, во много чего мы играли. И, честно вам сказать, наверное, когда я только начинала вести свой канал, кто не знает, 1 февраля будет 3 года, вот 2018 года будет 3 года, как я веду канал. И если бы мне кто-то сказал, да шуль, ты вот будешь вести свой канал с вебкой, я бы сказала, чё? Какая вебка? Ты что, шутишь? Нет, никакой вебки не будет. И дело даже было не в том, что там какие-то, знаете, стеснения, смущения. В принципе, я не могу сказать, что с этим какая-то проблема. Мы все люди, мы все... Ну, мы такие, какие мы есть, по сути. То есть, как бы, тут нельзя сказать, что вебка там прям вот на всё решает. Ну, тем более, что я такой человек, который, наверное, для летсплей с вебкой немножечко не понимает. То есть, как бы ты смотришь... Ну, вот я сейчас себя вижу просто на экране, я либо смотрю на себя, либо я смотрю на игру. Всё. А как-то это, знаете, уже какое-то согласие получится. Ну, опять-таки. Как говорится, о вкусах не спорят, но большое вам спасибо, ребят, за то, что вы меня поддержали с нашим началом вебки. Спасибо большое, что вы поддерживаете и далее этот проект. Ну, я бы, знаете, я вот как-то... Проекты с вебкой, неважно, это симсы, это хорроры, это наши коопы с Олегом. В принципе, я не могу их выделить в разные категории. То есть, как бы, это, знаете, ролики с вебкой. Неважно, на какую тему, но ролики с вебкой. Так вот, большое вам спасибо за их поддержку. Также, кто не знает, а кто знает, мы с Олегом были на видеожаре. То есть, это, знаете, такое вот... Мы вместе появились сначала на Video People. Кто не видел... Нет, с Video People, по-моему, роликов нет, потому что я снимала очень мало. Ну, как-то, знаете, так тык-тык-тык поснимала, и всё, и убежал. А потом у нас была видеожара, у нас там был ролик, мы даже засветились на основной сцене. Это, блин, ну это, знаете, настолько ты нервничаешь, когда тебе говорят, знаете, «Эм, так, по часам, через пять минут ты будешь на главной сцене». И ты думаешь, какой главной сцене? Не надо я... Не надо главных сцен. Но, знаете, вроде бы тебе, когда говорят, страшно сначала. А потом, вот, ну, ты понимаешь, что ты обращаешься к своей аудитории. И это нереально круто. Поэтому, если вы не смотрели, рекомендую посмотреть. Также у нас с вами начались трансляции в Инстаграме. К сожалению, они у нас не очень часто получились, просто потому что у нас с Олегом не так много свободного времени, как бы хотелось. И просто вот у нас появилось свободное времечко, мы с вами пообщались в Инстаграме. Нет его, но, к сожалению, приходится переносить. Также, конечно же, что ещё бы хотелось отметить? Ну, конечно, у нас различные игры появились. Мы стали с вами вести различные проекты. Как вы знаете, у меня на канале... Так, чтобы не обмануть, ну, проектов, наверное, 20 сейчас есть параллельно идущих. И очень приятно, что вот части аудитории нравится одно, части аудитории нравится другое. Это действительно очень здорово. То есть как-то ты стараешься охватить большинство любителей того, того, того. И очень приятно видеть мнение о той игре, об этой игре, как-то дискутировать, обсуждать. В общем, знаете, 17-й год хороший был в плане нашего с вами ведения канала, потому что, насколько я помню, у нас, по-моему, в феврале как раз было 500 тысяч, а вот-вот-вот-вот, я так понимаю, что 900 тысяч у нас уже на канале. Ребят, почти миллион, вы представляете? Почти миллион! Тихо, микрофон. Да, если что, ребят, я записываю сейчас у Олег, потому что у меня немножко другая конфигурация задника и будет немножечко, было бы точнее, проблематичненько записывать. Ну, как вы знаете, в ролике-то с вебкой все равно идут с меня. Ну, если что, если вы поняли, о чем я говорю. Так вот, но, к сожалению, как вы понимаете, 17-й год как имел хорошие стороны, так и, к сожалению, были не очень положительные, которые в каком-то смысле могли разочаровывать меня. То есть, например, вот как я уже говорила, я третий год веду канал, плюс, это начнется уже, кстати, четвертый год, плюс до этого, до того, как я начала вести свой канал, как бы я следила за другими блогерами, но было интересно, знаете, по сути, как поучиться. И что я вам хочу сказать, что аудитория тогда как-то была более осторожной, что ли, я не знаю. То есть сейчас, кстати, кто не знает, вот одна из последних дискуссий есть в моей группе, ссылочка внизу в описании. Мы там обсуждали некоторые моменты из комментариев и, честно говоря, немножко удивили, удивляют иногда люди, то есть, которые немножко нетолерантно относятся к моему выбору, нетолерантно относятся к предпочтениям, то есть, они считают нужным вот достаточно хамском тоне высказаться, не стесняясь ничего с претензией. То есть, как бы, одно дело, да, когда мы с вами что-то обсуждаем, каждый высказывает свое мнение, ребят, no comments, no moments, но когда это идет уже, знаете, переходит на такие вот претензиозные, причем, почему-то большинство считают, что мне лет 16-17, хотя, ребят, по секрету, мне 27, 28 год идет уже. То есть, как бы, ну, тут уже, знаете, и возраст, как бы, играет роль, потому что ты заходишь к этому человеку, смотришь видео, ему там лет 10, например, и ты думаешь, блин, вот когда мне было лет 10, ребят, я вам честно хочу сказать, мы боялись старшеклассников, мы боялись тех, как было 11-12, реально, вот у нас даже мальчики, у нас никогда не было таких вот каких-то конфликтов со старшими классами, потому что, ну, мы как-то к ним с уважением относились, поэтому вот этой части аудитории хотелось бы все-таки, ну, сказать, что, ребята, я вам хочу пожелать вот именно толерантности, человечности, к какому-то уважению чужого выбора, потому что, например, вот два самых специфических вопроса на канале касались, помню, первую, внешность персонажей в некоторых играх, то есть, почему он такой жирный, почему твой перст жирный, ребят, ну, не в весе счастья, не в весе счастья того или иного персонажа, не в весе счастья, не в весе счастья, человек того же, потому что, знаете, я за свою жизнь у меня было очень много знакомых, и есть много знакомых, Начиная от действительно модельной внешности, заканчивая, ну, просто обычными людьми, кто не занимается модельным дизайном, господи Модельным бизнесом и так далее Я вам хочу сказать, что далеко не всегда эти люди были очень приятными Ну, да, внешность это хорошо, конечно, но как человек он может быть настолько гнилым, настолько лицемерным, настолько, ну, вот, знаете, не лежит к нему душа То есть, я вам просто, опять-таки, на будущее, я понимаю, что, наверное, я тоже лет в 11 была максималистом и смотрела только на какие-то там Spice Girls или что, ну что, у нас там тогда было в моде, я уже не помню Там Бритни Спирс, Шакира и Кристина Гилера, но, знаете, как-то у нас, наверное, такого не было, что вот должно быть только анорексички И опять второй момент, это длинные волосы, да, ребят Я помню, как у нас была просто мега спорная дискуссия по поводу длинных волос, когда я персонажу сделала короткую стрижку а-ля красопета Это для тех, кто, допустим, не в курсе, про какой ролик идет речь А, допустим, может понять, то есть красопета, как у Олета, вы знаете, она такой, типа, ежиком ходит Не ежиком этим, типа ирокезом Сколько людей бомбило из этой прически, что она ужасная, как девушки такое могут носить Я вам по секрету скажу, могут Перечислю даже знаменитостей Карда Левинь, Кэти Перри, Риана, Энн Хэтуэй и много других знаменитостей все время ходили с короткими стрижками И ничего, их также любили, поэтому, ребят, толерантность и вот этой группе людей, которая, в принципе, за вот этот год, ну, проявила себя не с хорошей стороны Я вот так могу сказать То есть, как бы, у меня претензий, по сути-то, нет Это, ну, есть такие люди, я знаю, что воспитание, это тоже штука такая у нас спорная, скажем так, у всех оно разное Но я вам желаю вот толерантности, человечности, понимания и принятия чужих вкусов, ребят Это, знаете, вот это очень важный аспект, потому что я знаю, что есть люди, которые есть мое мнение и неправильное Вот по-другому не может быть, нет, ребят Есть ваше мнение, есть его мнение, его, ее, их И давайте будем просто действительно с вами жить дружно То есть, как бы, мне приятно, что большинство моей аудитории, это реально, вот, классные, разумные люди То есть, люди, которые войдут в положение, которые выскажут свое мнение, допустим, вот опять, по поводу тех же причесок Вот, ребята писали некоторые, фу, говно, ужас, дизлойс, как можно выбрать Или же люди писали, допустим, мне нравятся больше, там, длинные волосы, но, допустим, это мое личное мнение, я, типа, без претензии Вот, мне нравятся длинные, мне нравятся короткие, все То есть, вы видите, вот, разница, вот так, тихо, микрофон, стоять, стоять Одно мнение, второе мнение Вроде бы, как бы, суть одинакова, но высказано оно по-разному Поэтому, друзья мои, я вам всем желаю стать чуточку добрее в восемнадцатом году Потому что, поверьте, доброта, она, в принципе, как-то лучше воспринимается И вам станет жить лучше, легче как-то Потому что, ну, когда ты все время ходишь обиженным букой Ну, мало людей захочет с вами общаться, просто, действительно Да, я помню, у нас были ребята, кто любил, там, знаете, на понтах, типа, я так, у крутой могу все сказать Поверьте, потом с этими людьми мало кто общался Оно, знаете, откладывается, что, блин, ну, этот человек, он как-то стрёмно не воспринимает мое мнение Зачем мне с ним общаться? И, к сожалению, они потом как-то вот теряли знакомых, друзей, даже если они у них были Ну что, друзья, не будем о плохом, я вам действительно желаю только добра Улыбайтесь чаще, будьте прочь, знаете, то есть вот опять это, знаете, это все видеоигры Это просто видеоигры Люди, которые прям, о, видеоизам, ты сделал что-то не то Все, у меня горит, у меня бомбит Это, кстати, тоже был интересный момент, когда там Ты не прошел левел, ты тупой Ребят, то же самое можно сказать, допустим, первоклассника Первоклассник идет в школу, он не знает, сколько будет 7 на 7 Это нельзя сказать, что он тупой, он просто этого не знает, он этого не учил И когда я, допустим, запускаю игру, я говорю, ребята, я в нее не играла, я не видела прохождения Будем разбираться по ходу И все равно, не, плевать, ты не понимаешь, ты ничего не знаешь То есть, знаете, хочется, чтобы вы еще слушали Вот просто будет очень приятно, если вы будете не только слышать, но и слушать то, что я вам говорю Потому что, ну, на этом, наверное, еще и основывается суть летсплеинга То есть, как бы, ты не просто сухо играешь в игру Где тут мышка? Сяду сейчас, побегаю, постреляю То есть, мы еще стараемся, допустим, ну, с Олегом Да я говорю сугубо про нас, я про других не знаю, не смотрю никого из блогеров Но я могу сказать, что Мы стараемся не только показать сухую игру Мы еще стараемся вам что-то интересное рассказать, донести То есть, то, что за время нашего, вот, скажите, за жизненный опыт Да, на удивление, это можно сказать наш адрес Потому что жизненный опыт был достаточно большой, я бы хотела сказать Ну, вот, как-то так Поэтому рекомендую вам нас слушать И заодно вопросы отпадут Потому что, например, один из самых распространенных вопросов Который звучит, наверное, последние несколько месяцев Когда? Когда этот ролик? Когда тот ролик? Где? Почему? Хочу то? Хочу сё? Когда ты выпустишь это? Когда ты то запишешь? Особенно, когда с Алифейс Ребята, уже, честно говоря, начинает пригорать этот вопрос Потому что под каждым видео я отвечала на этот вопрос Все равно находятся те, кто пишет, когда с Алифейс Ребят, есть гугл, есть ютуб Вы можете посмотреть, когда выйдет третья глава Но почему сразу ко мне с претензиями? Если я его не выпускаю, значит, просто нет игры Ну, или крайний случай, если я не выпускаю Она уже у всех блогеров, например, вышла Значит, есть какой-то повод, если я ее не выпустила Я же тоже человек, у меня есть Помимо канала Дела, какие-то еще там У нас тоже бывают какие-то жизненные ситуации Да, ребят, мы обычные люди К сожалению, подвержены точно таким же факторам Как и другие люди, поэтому Друзья мои, давайте будем с вами дружными Я очень хочу, чтобы 18-й год у нас с вами вообще прошел отлично То есть, чтобы мы с вами так вот шли к миллиону К миллиону И дальше шли, и я думаю, что у нас с вами все получится Так, ну и что у нас еще Интересненького по планам? В принципе, мы с вами основные вопросы обсудили И главный момент Я решила, что просто так подкаст нам с вами завершать Будет не очень интересно Почему? А вы сейчас узнаете Итак, этот подкаст я хотела бы завершить конкурсом Как вы знаете, на моем канале уже было несколько конкурсов Но, скажем так, такой величины конкурса По-моему, у меня еще не было Итак, вместе с компанией Корсар Мы решили для вас разыграть три вещи То есть, знаете, это будет у нас первый такой вот Скажем так, пробный конкурс Если он пройдет хорошо, то я думаю, что мы и дальше с вами будем что-нибудь интересненькое разыгрывать Итак, первое место Это клавиатура от компании Корсар Второе место – мышка Третье место – наушники Третье место – наушники Конкурс продлится, давайте посмотрим, у нас сегодня 31 число, он у нас продлится с 31 числа по 10 января включительно. 10 января вечером, ребят, запомните, пожалуйста, вечер, понятие растяжимое, я думаю, что по моему времени это будет где-то 8-9-10, может, вечер, то есть как бы у меня график немножко непредсказуемый, поэтому может выйти в 11 ролик, то есть все зависит, опять-таки, от занятости, зависит от интернета элементарно, поэтому ждите, розыгрыш обязательно будет. Суть этого конкурса, как обычно, вам нужно подписаться на группу Корсар, вам нужно подписаться на мою группу, сделать репост поста, также пост необходимо закрепить на своей стенке и сделать, в принципе, страничку открытой, то есть чтобы, в принципе, если вы победитель, чтобы вам можно было написать сообщение, то есть проходит у нас 10 итог конкурса, мы там выбираем вот трех победителей, как обычно, ребята, с помощью сайта рандомного выбора победителей, то есть как бы вы знаете, все конкурсы я проводила с помощью одного сайта, то есть как бы тут у нас это не мы выбираем, это выбирает сайт, и три счастливчика получат свои призы, обязательно я вам расскажу, как их получить, где их получить, я вам напишу всем в личку, Поэтому, ребятки, если вам интересно, принимайте участие. Я надеюсь, что удача вам улыбнется. Если же так случится, что вы не победите, то обязательно участвуйте в новых конкурсах, потому что, ребята, в ближайшее время будет еще один мини-подкастик с конкурсом. Я вам рекомендую его дождаться как раз вот на следующий праздник. Думаю, что и там вы можете поучаствовать и посмотреть, вдруг удача и там вам улыбнется. Представляете, и там выиграть, и там выиграть. Это было вообще очень классно. Ну что, ребят, я думаю, что мы с вами будем подводить итог этого подкаста. Я просто смотрю на эти все голубые бубочки у меня за спиной. И Новый год, ребят. Новый год — это здорово. Я вам действительно желаю побольше улыбок, побольше добра. Даже если этот год был не самый хороший. Я надеюсь, что 2018 будет гораздо лучше. Я надеюсь, что он для вас пройдет удачно, успешно. Вы будете почаще улыбаться, и у вас просто все будет хорошо. Пусть все проблемы вот останутся вот в 2017 году. Вот все, в 2017 год пусть они уходят. А в 2018 у вас все сложится отлично. На этой прекрасной ноте, ребятки, я буду с вами прощаться. Я вам желаю хорошего... Хорошо отпраздновать. Кстати, напишите, ребят, как отпраздновали обязательно в комментариях. Я вам желаю повеселиться. Не забудьте поздравить всех родственников, друзей с этим праздничком. И просто отличного вам всем Нового года, ребят. Уже увидимся в следующем году. Все, друзья мои. Пока-пока и до встречи.